Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях вторника, 10 октября, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. На границе задержан находившийся в федеральном розыске житель Абхазии. Ранее он нарушил подписку о невыезде. Переходить на поквартирную систему сбора мусора в Сочи не будут. Такое решение сегодня принял глава города. Суд подтвердил законность расторжения договора с ООО «Сочи-Водоканал». Арбитраж в Ростове-на-Дону оставил без изменения предыдущее решение. Сочинские школьники научатся интернет-предпринимательству. Проект подписан и начал работу уже сегодня. Заседания Советов глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета состоятся 11 октября в Сочи. Встречи пройдут под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе саммита лидеры СНГ обменяются мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в рамках содружества. Особое внимание будет уделено дальнейшему повышению эффективности работы организации, ее исполнительных структур и отраслевых органов. Как ожидается, будет принято решение о передаче председательских функций в 2018 году от России к Таджикистану. Планируется подписание ряда многосторонних документов по углублению сотрудничества в культурно-гуманитарной, правоохранительной и военной сферах, а также принятие заявления о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. Своё участие подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Киргизия будет представлена премьер-министром, поскольку президент Атамбаев занят активной подготовкой выборов, которые пройдут 15 октября. Кроме того, на саммит СНГ приглашены руководители ряда региональных организаций, в том числе ШОС, Союзного государства, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии. Во второй половине дня Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке дня актуальные темы сотрудничества, в том числе ход ратификации странами-членами договора о таможенном кодексе Евразес, сообщает пресс-служба Кремля. Главный финансовый документ края свёрстан бюджет Краснодарского края. В ближайшее время направят на утверждение в законодательное собрание региона. Документ рассчитан на три года. В 2018-м собственные доходы в казну планируют увеличить до 250 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор. Вениамин Кондратьев провёл совещание по вопросам исполнения регионального бюджета. В ближайшие две недели Вы его направляете в законодательное собрание края на согласование. Но мнение в целом муниципальных образований учитывалось, естественно, при формировании? Конечно, Ильич. Это трёхлетний бюджет. Трёхлетний. Я не хотел бы, чтобы мы приняли закон, а потом каждый месяц бегали с поправками в него. Это будет мешать работе и депутатскому корпусу, и коллеги будут отвлекаться на то, что что-то забыли или что-то не включили. Но и в целом исполнение бюджета пострадает. Все пожелания коллег муниципальных образований должны быть максимально включены в этот проект закона. Где-то на 25 миллиардов от первоначальных потребностей скорректировали расходы. То есть понятно, что всем хочется улучшить материальное положение учреждений. То есть делать там всё новое, обновить, ремонты везде сделать. Наши коллеги, не чиновники, а управленцы. Вот эти кабинеты, коллеги, не то что в последнюю очередь, они вообще в бюджет не должны включаться. Жизнь людей в первую очередь. Вот эти статьи заходят в бюджет, они самые главные. Остро вопрос стоит с тем, как используют региональные деньги на местах. Треть краевого бюджета направляют на развитие районов и городов Кубани. При этом около 40% средств в муниципалитетах просто не успели освоить. А это и строительство офисов врачей общей практики, ремонт дорог, благоустройство дворов. Если не использовать выделенные деньги до конца года, их придется возвращать. Но это не дело, когда деньги мы выделили, 75 миллиардов, и 46 миллиардов только освоено, а все остальные возвращаются в бюджет. Ну разве это нормально? Вот эти отговорки, что кто-то помешал провести торги, кто-то организовать там что-то, сподрядчик не нашелся, еще что-то, да, это вообще никого не интересует. Особенно при наличии финансовых средств, которые из края пришли. А теперь начинаются просьбы, давайте эти деньги сохраним. И перенесем нам их на следующий год. Не нам, а вам, муниципальным образованием, которые их не использовали. Люди-то они надеяли, что в этом году, по крайней мере, хотя бы приступят, а может быть уже и построят, а может быть уже и эксплуатацию сдадут. А мы в этом году даже еще не приступали. И максимум, что смогли вернуть деньги обратно в бюджет. Но, коллеги, ну это, я считаю, даже не то просто, это настолько неуважение сегодня к жителям. Вениамин Кондратьев предупредил руководителей городов и районов края, те муниципалитеты, в которых не освоили бюджетные деньги, в следующем году их не получат. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. На границе с Абхазией пограничники задержали гражданина этой республики, который находился в федеральном розыске за совершенное в Сочи уголовное преступление. Молодой человек, ранее лишенный водительских прав, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что иностранный гражданин впервые попал в поле зрения российской полиции в прошлом году. Тогда же было принято решение о лишении его водительского удостоверения. Пару месяцев спустя мужчина вернулся в Сочи и снова был задержан по аналогичной статье. На этот раз сотрудники полиции возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Но молодой человек успешно уехал на родину. Через полгода он попытался пересечь границу, но тут выяснилось, что он значится в федеральном розыске. Сотрудники Краевого пограничного управления ФСБ молодого человека задержали и передали полиции. Статья Уголовного кодекса, по которой проходит иностранец, предусматривает до двух лет лишения свободы. В Адлере сегодня столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадали семь пассажиров. ДТП произошло в Эмеретинской низменности на улице Воскресенская в 12.26. Автобус Hyundai, следовавший по маршруту номер 100, не уступил дорогу, ехавшему по Олимпийскому проспекту Мазу, курсировавшему по маршруту 125С. В результате в медицинское учреждение для обследования доставлено семь пассажиров Hyundai. Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Переходить на поквартирную систему сбора мусора в Сочи не будут. Такое решение принял глава города. Контейнерные площадки, там, где их успели убрать, во дворы многоквартирных домов, вернут в ближайшие дни. Напомню, что этим летом спецавтохозяйство убрало мусорные контейнеры с территории общего пользования во дворы, а в селах организовало подомовой вывоз. Это было сделано для того, чтобы объекты торговли не заполняли контейнерные площадки общего пользования своим мусором, а заключали с САХом отдельные договоры на вывоз. Сегодня инициаторы признали, расчет на сознательность предпринимателя и граждан себя не оправдал. Люди стали оставлять мусор прямо на газонах. Глава потребовал баки вернуть, а на контейнерных площадках навести порядок. Руководству департамента городского хозяйства Анатолий Пахомов порекомендовал усовершенствовать и систематизировать существующую систему сбора мусора. Кульки, которые нужно вывезти, они валяются по всем. Вот ваши эксперименты. Еще раз говорю, прекращайте заниматься ерундой. Верните как положено. Только я требую, еще раз говорю, требую, чтобы вы сами по каждой улице прошли, зловой района, нашли, куда поставить этот контейнер. Не на улице, конечно, а во дворе. Либо, как вы говорите, там, заездные карманы, заходные там. Сделать это немедленно. У вас контейнеры, вы их никуда не подевали? Нет, конечно. А где они у вас находятся? На площадке, на... Мы их по дворам развезли. Я же наоборот сказал, что покрасьте их, приведите в порядок и поставьте. Навести санитарный порядок в городе и решить мусорный вопрос ответственные лица, в том числе САХ, должны за пять дней. За невыполнение поручений, увольнение, напомнил чиновникам глава города. Суд подтвердил законность расторжения договора аренды с ООО «Сочи-Водоканал». 15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону, рассмотрев апелляционную жалобу компании «Сочи-Водоканал», оставил без изменения решения арбитражного суда Краснодарского края о досрочном расторжении договора аренды муниципального имущества. Таким образом, судебная инстанция подтвердила, что МУП «Водоканал» с 1 сентября является единственной организацией на законных основаниях, эксплуатирующей водопроводно-канализационный комплекс «Сочи». Квитанции на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению, выставленные коммерческой организацией «Сочи-Водоканал» за сентябрь этого года, не имеют под собой юридической силы. Вся абонентская база также должна быть передана новой эксплуатирующей организации. Но этого не произошло. Данные более чем на 130 тысяч абонентов, как в электронном, так и в бумажном виде, вывезены за пределы офиса и до сих пор находятся в распоряжении компании «Сочи-Водоканал», говорится в сообщении муниципального предприятия. В Адлерском районе, в селе Нижняя Шиловка, выполнены наказы избирателей. Жители просили для своих детей игровую площадку. Сегодня депутаты городского собрания «Сочи» посмотрели на итог совместной работы с Советом территориального общественного самоуправления. Село Нижняя Шиловка уже ничем не отличается от города. Везде порядок, чистота. И таких игровых зон в этом году обустроено пять. Депутаты городского собрания «Сочи» довольны, помогли детям. Эта работа идет уже не один год. Если мы просто обратим внимание на ту нашу деятельность, депутатскую совместную, то мы увидим, что уже на территории Нижней Шиловского округа находится более 40 детских площадок, которые также были по предложениям территориальных общественных соуправлений предложены для реализации. Такие детские площадки – результат совместной работы с местными советами ТОС. Они, как никто другой, знают все проблемы района и обращаются к депутатам для их решения. С депутатами взаимодействуем довольно-таки часто по причине того, что наша работа – это наша работа, но без их поддержки мы тоже не можем ничего сделать. Наше обращение поддерживают депутаты, а мы поддерживаем депутаты. Как получается, один такой очень мощный, скажем так, мощная сила получается. И для продвижения тех или иных вопросов. Допустим, в том же, те же самые дороги, например, асфальтируются уже в сельском округе. Председателям Советов ТОС сегодня депутаты вручали благодарственные письма городского собрания Сочи. Это признательность за совместную работу на благо жителей курорта, а конкретно юго-восточного избирательного округа номер один. Елена Всецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Около пяти тысяч сочинских школьников обучат основам предпринимательства. По итогам образовательной программы подростки смогут придумать свою идею бизнеса, запустить ее и привлечь инвестиции до 500 тысяч рублей. Соответствующий проект реализуется при поддержке администрации города Сочи. Венчурный акселератор – это сервисная компания, оказывающая помощь начинающим предприятиям. В данном случае курс бесплатного обучения по основам предпринимательства пройдут подростки. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между заместителем главы города Сочи Ириной Романец и основателем проекта «Венчурный акселератор» инвестором Александром Румянцевым. Это новый рынок, который мы хотим осваивать. Объяснить ребятам, что на этом рынке тоже можно зарабатывать. И для этого не нужно каких-то суперзнаний. Даже с учетом того, что технологии продвинутся очень сильно вперед, им не нужны навыки программирования. Инициатором проекта в Сочи выступил Андрей Тамбовцев. Организатор проекта «Море идей» уверен, что «Венчурный акселератор» интересен курорту не только с коммерческой точки зрения, но и социальной. «Город Сочи в этом смысле может стать некой точкой развития, где кроме туризма, традиционного, главного импульса в экономике города Сочи, появится еще образование, которое будет привлекать айтишников, выращивать наших айтишников из города Сочи. И это даст большой серьезный стимул для роста экономики». Создавать сайты и приложения – вот чему учит этот образовательный курс. Зарегистрировавшись на сайте, который вы видите на экране, можно изучить определенный конструктор и правила по созданию своего контента и его дальнейшей монетизации. Возрастного барьера в обучении нет. «Венчурный акселератор» бесплатный. Но только школьники смогут, предложив свою идею, получить приз, в итоге претендовать на финансовую поддержку от инвестора и, возможно, стать айти-предпринимателем. «До конца недели 5000 человек пройдут через лекции и Александра Румянцева, и разработчика программы, и она известна сегодня всему миру, Лингва Лео. Вот сегодня такого уровня разработчики будут читать мастер-классы для наших детей. И, безусловно, этот проект с индикативными показателями, то есть он направлен на конкретный результат». Сегодня в 8-й гимназии прошла вводная лекция с участием основателя и директора проекта «Венчурный акселератор», а также с молодыми предпринимателями, которые, даже будучи несовершеннолетними, возглавили свою компанию и продвинули идеи в мир. Среди таких умельцев и Соченко Елена Куляева. В свои 15 лет она закончила экстерном школу, учится в университете, создала свой образовательный проект по мнемотехнике, технологии быстрого запоминания информации и сейчас хочет развить свой бизнес. «Венчурный акселератор поможет мне понять, как привлекать деньги к этому проекту. Сейчас я зарабатываю от 20 до 50 тысяч рублей в месяц. Онлайн – это больше людей, это больше денег, это, конечно, качественные какие-то продукты, контент. И «Венчурный акселератор» поможет мне сделать эту идею, этот образовательный проект в большой проект, в движение по всему миру». Онлайн-лекции длятся 36 дней. Все это время участники проекта будут выполнять технические задания, просматривать обучающие ролики под руководством наставников-профессионалов. 1 декабря инвестора определит лучших и дальше будет работать с ними по продвижению идеи в реальности и привлечению инвестиций до 500 тысяч рублей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Сегодня в краевой филармонии ветераны Великой Отечественной войны, которые участвовали в освобождении Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, принимали поздравления. С каждым годом живых участников Великой Истории становится все меньше. Свободителей Кубани поздравил сегодня глава региона Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко. Губернатор отметил, что 35 тысяч жителей края были замучены и убиты за 186 дней немецко-фашистской оккупации. Но Кубань не покорилась, и об этом надо помнить всегда. Сегодня мы как-то дату, как из календаря отмечаем. Да, торжественное собрание. А должны праздновать события. И следующего года, с раннего утра, во всех муниципалитетах края должны быть организованы митинги и цветы. И ленты должны быть привнесены к могилам и неизвестного солдата, и ко всем мемориалам. Мы склоняем головы перед всеми, кто отдал жизнь за то, чтобы сегодня мы с вами жили, чтобы сегодня строили планы, чтобы сегодня учились и рождались наши дети. И у тех мальчишек, которые сидят в курсантской форме, вы их внуки, вы их продолжите. Большой праздничный концерт и награды для ветеранов. Активных общественных деятелей наградили медалями за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени, а также благодарностями и почетными грамотами от губернатора. За мир и свободу. С этой мыслью 9 октября 1943 года тысячи советских солдат бились в решающих боях за Краснодарский край. У Керченского пролива ценой многих человеческих жизней завершилась победой советских войск битва с гитлеровцами за Кубань и Северный Кавказ. В честь 74-го годовщины освобождения нашего региона от фашистских захватчиков в крае прошла масса мероприятий в Сочи. Сегодня на мемориале воинской славы собрались школьники, чтобы возложить к вечному огню цветы. Давайте помнить всегда подвиг наших воинов, подвиг наших предшественников, подвиг тех практически мальчишек и девчонок, и взрослых мужчин и женщин, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Остановить гитлеровцев в их продвижении на юг удалось на подступах к Туапсе и в горах Красной Поляны. В годы Великой Отечественной нашему городу повезло не видеть бомбежек, но Сочи буквально за несколько дней из всесоюзной здравницы стал городом-госпиталем. Работа в 110 переоборудованных санаториях и поликлиниках шла круглосуточно на одного медработника. Приходилось 800 раненых. Всего за годы войны через сочинские госпитали прошло почти 336 тысяч человек. Это сопоставимо с населением всего послевоенного Сочи. Кубок России среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике 2018 года пройдет в Сочи. Решение было принято на заседании из полкома Федерации тяжелой атлетики России. Турнир пройдет на базе Югспорт, а точные даты проведения уточняются. Соревнования подобного масштаба в данном виде спорта не проводились в Сочи 45 лет. Последними соревнованиями был Кубок СССР в 1972 году, который проходил в сочинском цирке. Тогда в Сочи выступали Давид Ригерт, Василий Алексеев и другие известные атлеты. По мнению Федерации тяжелой атлетики, проведение соревнований подобного уровня должно повысить интерес к этому виду спорта в регионе. В Сочи работают две школы, в которых культивируется тяжелая атлетика. В последние годы эта олимпийская дисциплина интенсивно развивается в городе. Сочинские тяжелые атлеты регулярно выигрывают первенство чемпионата и спорта киады Краснодарского края, а также представляют Сочи на соревнованиях российского и международного уровня. Давид Бибел – призер чемпионата России, и Вячеслав Яркин – неоднократный призер юниорских чемпионатов мира, призер юношеской олимпиады в Нанкине и Всемирной универсиады в Тайбэе тоже будут бороться за золото Кубка в Сочи. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.